Доброго дня, я Марк Райнер, сценарист игры Левиафан Последний День Декады. Я Волков Иван, программист игры. Мы решили сделать небольшое видео по нашей игре, которое мы разрабатывали весь прошедший год. И сейчас мы хотим вам рассказать о ней. Да, Марк, начни с жанра. Хорошо, жанр Левиафана это по сути квест, но это квест не про решение загадок, а про историю. То есть сейчас мы будем играть, и вы увидите, что акцент в игре сделан на диалогах. То есть, как видите, у нас очень много доступных опций. И диалоги с персонажами, они позволяют не только принимать какие-то решения, но и раскрывают сеттинг, раскрывают характеры героя. Но, конечно же, решение это основное, потому что многие из них, принятые еще в первом эпизоде, останутся с вами до конца и будут влиять на происходящее событие. Левиафан как бы суммирует наш опыт игры в RPG с большим количеством диалогов. В частности, в настольный RPG. И, конечно же, в квесты. В этих играх очень мало битв и много принятия каких-то решений, которые прямо на ходу откроют новые сюжетные ветки. У нас сделано так. Решения и действия имеют вес, по сути, некую цену, некое влияние. То есть ты совершаешь какой-то поступок ради сиюминутной выгоды, а позже за него расплачиваешься. Ну или, напротив, получаешь награду. Вот ты сказал позже, и это, кстати, важно. У нас события игры довольно сильно разнесены по времени. В первой главе главный герой еще ребенок, ему всего лишь 8 лет, и он дерется со школьными хулиганами. Здесь мы пытались описать наиболее полную картину детства маленького Оливера. Ну да, и, соответственно, между первым и вторым эпизодом разрыв 10 лет, и во втором эпизоде главный герой уже 18, и тогда же, собственно, начинается основная часть истории. Да, не нужно думать, что у нас игра про детей. Дети-то только в первом эпизоде. Вообще, мы очень хотели сделать героя ребенком в самом начале, чтобы показать, как меняется тональность истории в целом. То есть простая мотивация превращается в сложную, герой уходит какого-то простого черно-белого восприятия действительности, такой, как ее видят дети. Он ходит к сложной, такой, комплексной, то есть когда герой задумывается, а хочу ли я это делать, правильно ли я поступаю, а не бросит ли мне к чертям это расследование. Не-не-не, давай хотя бы в первом видео нашем без спойлеров обойдемся. Окей, ну, скажем так, в конце первого эпизода происходит событие, которое поначалу кажется центральной темой игры, но на самом деле является лишь отправной точкой, от которой идет развитие сюжета. Это, кстати, черта очень многих диалогов в нашей игре. Изначальная трактовка событий неоднократно меняется впоследствии, а с ней меняется и мотивация участников истории. Все происходящее мы видим совсем иначе. И эти герои, и эти люди, они тоже меняются. Все эти изменения в характере персонажей, опять же, они берутся не с потолка, это очень важно, они мотивированы. И у каждого вот этого изменения, как и у каждого героя в целом, есть своя история, которую игрок может узнать. То есть, как пример, в первом эпизоде мы встречаем персонажа Дарину, и потом, когда мы видим ее уже повзрослевшей, мы понимаем, почему ее характер с возрастом изменился именно так, а не иначе. Личная история есть у каждого героя, и все они, конечно, связаны с основной сюжетной линией, но не обязательно к ознакомлению. К примеру, история сестры. О сестре мы можем вообще даже не знать, а можем в каждом эпизоде звонить ей по телефону. Да, действительно, несмотря на как бы внешний средневековый такой фэнтезийный сеттинг, у нас есть телефоны, у нас всякие механизмы, но про все эти вещи, про машины, про Чумного Короля, который в игре даже в первом эпизоде часто упоминается, про Декаду, который является одним из центральных сюжетных событий, про власть аристократов и прочие детали мира, мы расскажем в нашем следующем видео, которое будет полностью посвящено сеттингу игры. Так вот, возвращаемся к теме с сестрой. Да, сестра. Позвонив ей, мы можем узнать какие-то новые факты как о семье Оливера, так и о мире в целом. Пройдя все эпизоды, в итоге мы получим цельную, совершенную в смысловом отношении историю. В диалогах есть много отсылок на события, происходящие в мире, на какие-то воспоминания прошлого, семейные воспоминания. Иван, ты упомянул слово «семейные». Вообще, на самом деле, очень многие истории, которые встречаются в игре, можно описать этим словом. То есть, в основе многих этих семейных историй лежат какие-то жизненные, очень личные вещи, которые на самом деле близки каждому из нас. И внутренне они очень драматичны. И весь сюжет игры, в общем-то, можно описать словами «семейная драма», и будет она интересна, скорее всего, взрослым людям. И эта драма обрастает множеством уже вышеупомянных маленьких историй. Маленьких, но не менее интересных. Эти побочные линии для прохождения, как я уже сказал, не обязательно, но каждая позволит игроку глубже понять мир и героев игры. Каждый из них поставит на место очередной кусочек мозаики. К слову, мы уже практически закончили собирать историю по кусочкам, и у нас готово 4 эпизода из 5. И мы очень хотим, чтобы в эти эпизоды играло как можно больше игроков, потому что наша история, она, понимаете, она очень огромная внутри. У нее есть огромный бэкграунд, и будет здорово, когда много людей будут обсуждать ее, делиться впечатлениями, говорить о трактовках и символах. То есть, эта история, она будет хороша еще и в обсуждении. Да, нам очень хочется достучаться до мира, до игроков, геймеров. Многие люди сейчас, к сожалению, о нас даже не знают. Мы независимые разработчики, и нам довольно непросто пробиться к большой аудитории. Вот совсем недавно мы вышли на Steam Greenlight. Мы пытаемся собрать голоса за то, чтобы наша игра появилась в цифровом магазине Steam. И мы, конечно, будем очень рады, если вы проголосуете, потому что нам это действительно важно. Вот, знаете, в последнее время, например, стало модно собирать на проекты деньги через интернет. А мы собираем не деньги, мы собираем ваши голоса. Это такой, по сути, краудфаундинг. Эти голоса помогут нам сделать большой шаг в встрече аудитории, навстречу вам. И важно еще дополнить, что мы не планируем останавливаться на этой игре. И нам бы, конечно, хотелось дальше работать над миром Левиафан. Потому что у нас уже есть полноценный большой сеттинг. Очень проработанный, сложный. И последний день декады это, по сути, лишь приквел, вступление к такой огромной, очень масштабной истории. И эта история, этот мир, в котором она разворачивается, будут подробно описаны в нашем следующем видео. Спасибо за внимание. Голосуйте за нас на Greenlight, рассказывайте друзьям, пишите в соцсетях. Палец вверх и все такое. До встречи. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок